Доброе утро! Вы смотрите Утро на ОТВ. С вами Елена Краева и Ольга Дмитриева. Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы увидите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В истории документально зафиксировали падение метеорита на Землю. Это произошло на юго-западе Франции. Тогда об уникальном событии свидетели оповестили Академию наук. Считается, что метеориты – это фрагменты астероидов и комет. В нашей стране большую известность получил Тунгусский метеорит, который упал в Сибири в 1908 году. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 июля в 1959 году в Москве открылась первая в СССР американская национальная выставка. На ней присутствовали Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон. В Сокольниках демонстрировали новейшие американские сельхозмашины и автомобили последних марок, одноэтажный жилой дом с полным набором бытовой техники. Кроме того, советские граждане впервые увидели заграничную одежду и косметику. За две недели выставку посетило более миллиона человек. В этот день, 67 лет назад, в 1956 году, первому наукограду России, Обнинску, присвоили статус города. Известно, что Обнинск был заложен в 1946 году на месте поселка школы-интерната имени Станислава Шацкого. Именно здесь был создан физико-энергетический институт и построена первая в мире атомная электростанция. Ее запустили в июне 1954 года. Сейчас Обнинск является крупным образовательным центром России. Сегодня в России отмечают День флориста. Начало этому празднику было положено в 2009 году. Именно тогда флористический союз России утвердил характеристики квалификации профессии, а также перечень требований к умениям и обязанностям сотрудников. Считается, что эта профессия появилась еще в Древнем Египте, тогда цветы использовали для украшения храмов и дворцов. Позже древние греки развили тему плетения венков и составления букетов. А уже в эпоху христианства в Европе появилась традиция дарить букеты. Также сегодня отмечается Международный день заботы о себе, а в России празднует День кадастрового инженера. 24 июля в 1828 году родился русский писатель, философ и литературный критик Николай Чернышевский. Дома в Саратове он получил начальное образование, а в 1846 году поступил в Петербургский университет на отделение общей словесности философского факультета. Его карьера публициста началась с небольших статей в журналах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Отечественные записки». Затем Чернышевский был приглашен Некрасовым в «Современник», где вскоре стал одним из руководителей. В это время его статьи преимущественно были посвящены критике и истории литературы. В память о Чернышевском названы улицы и площади во многих городах России. Также 24 июля родились французский писатель и драматург Александр Дюма, американский пианист-виртуоз и композитор Билли Тейлор и английский писатель Эдвард Бенсон. По Подмосковью Одинцовский округ занимает первое место в части материальной поддержки малого и среднего бизнеса. Из бюджета муниципалитета на эти цели ежегодно выделяют 20 миллионов рублей. Также предпринимателям в их деятельности помогают и электронные сервисы. Какие именно, расскажет Екатерина Крамер. Электронные сервисы для бизнеса пользуются популярностью среди предпринимателей. В июне этого года стала доступна еще одна услуга – получение помещений и зданий без торгов за один рубль. Этот сервис предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства. Какие критерии? Это численность до 250 человек и выручка не должна превышать 2 миллиардов рублей. Основной критерий – это регистрация на территории Московской области. За один рубль в год предприниматели могут получить в аренду муниципальные и региональные помещения, у которых износ составляет более 80%. В свою очередь бизнесмены берут на себя обязательства в течение полутора лет провести ремонт или за три года реконструировать здание. По истечению двух лет уже можно выкупить эту площадь. В части продвижения новых сервисов и программ очень важна информационная работа. Продолжайте с нашим медийным блоком отрабатывать эту тему плотно в средствах массовой информации, в соцсетях, чатах. Продолжайте также собирать предпринимателей. Мы это делаем зачастую очно, рассказываем о нововведениях. Также в числе актуальных цифровых услуг для предпринимателей – согласование вывески и получение земли без торгов. Паноинвестиционные проекты. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В поселке Гарь-Покровское будет новая современная блочно-модульная котельная. Инженерные системы старой паровой изрядно устарели. Работы по ее модернизации начали проводить в прошлом году. Пока в эксплуатацию не введен новый объект, она обслуживает весь поселок и две военные части. Как проходят работы на стратегически важном объекте, проинспектировал Андрей Иванов. Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Котельная в поселке Гарь-Покровское – стратегически важный объект. Она обеспечивает теплом весь населенный пункт и две военные части. Однако состояние коммуникаций оставляло желать лучшего. С момента постройки, а это было почти 50 лет назад, капитальный ремонт здесь так и не проводился. В мае прошлого года объект передали в муниципальную собственность. В прошлом году проводили часть работ по текущему капитальному ремонту оборудования. В этом году ремонты продолжаются. Два котла по четвертых ДКВР, один шестой. На объекте заменили наружные трубы теплоснабжения и горячей воды, насосы, запорную арматуру паропровода и другие элементы. Так называемой паровой котельной следует уделять особое внимание, говорят специалисты. Да, энергоэффективность паровых котлов намного ниже, чем у водогрейных, плюс пар. Это особо опасный производственный объект – паровая котельная. Поэтому решили установить новую блочно-модульную котельную. Уже проведены все закладные коммуникации. Теплотрассу в параллель тоже подводим. Сейчас ребята готовят анкер и будут заливать отдельно бетонный. Глава округа Андрей Иванов осмотрел состояние старого объекта и обсудил этапы возведения новой котельной. Завершить ее строительство планируют в четвертом квартале этого года. После запуска новой станции старую выведут из эксплуатации. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Более 125 тысяч жителей получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье. Льготу предоставляют исходя из площади жилого помещения, а также расходов на коммунальные услуги. Они должны превышать 22% от общего дохода семьи. Основное требование – прописка в Московской области. Оформить услугу можно на сайте mosrec.ru. Если решение положительное, то заявителю укажут, на какой срок назначена субсидия. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В электронной форме услуги обслуживания единых транспортных карт «Стрелка» появился сервис предпроверки ранее поданного заявления. Она доступна на региональном портале Госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам», «Соцподдержка», «Соцпомощь». С начала года онлайн-услугой воспользовались порядка 70 тысяч раз. По ученическим и льготным стрелкам можно оплачивать проезд со скидкой 50%, но не более 200 поездок в месяц. При этом школьники и студенты, начиная с 36-й поездки, получают скидку 99% от тарифа. Также можно привязать действующую карту любого банка к ученическим стрелкам или оформить заявку на деактивацию льготы и подтвердить право пользования льготной картой в новом учебном году. 21 июля в музее «Новый Иерусалим» открывается выставочный проект «Игра в пространство». Там будут картины знаковых мастеров 20-21 веков. 85 работ по-разному отражают заданную тематику. Площадь выставки около 800 квадратных метров. Большинство работ снабжены расширенными этикетками. Они расскажут о приемах, которые использовал автор. Это позволит посетителю самостоятельно изучить экспонаты не только визуально, но и контекстуально. Выставка продлится до 28 января 2024 года. Жительницам Подмосковья старше 40 лет теперь доступна услуга самостоятельной записи на маммографию. Исследования позволяют провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли. Так, с начала года более 8 тысяч женщин воспользовались такой услугой. И в 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Записаться на исследование можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг. На портале необходимо выбрать вкладку «Записаться на прием», «Продолжить запись», «Рентгенология» и «Записаться на удобное время» и «Дату». В Подмосковье ужесточат контроль за свалками на территориях СНТ. Соответствующее поручение Андрей Воробьев дал министру ЖКХ региона. Эту же тему обсудили и на заседании в администрации Одинцовского округа. Тему продолжит наш корреспондент. Садоводы – люди предусмотрительные. На утиле отправляют только стекло и пластик. А пищевые отходы часто используют как удобрение для грядок. Мусорный вопрос всегда стоит в повестке обсуждения правительств – и федеральных, и региональных. Андрей Воробьев поручил создать в регионе стандарты по уборке мусора на территориях СНТ. Он рассказал, что за последние шесть месяцев от жителей области поступило 336 тысяч жалоб и предложений по этому поводу. «Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие. Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора – это что-то, не соответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание». В садовых товариществах региона уже установили 97 тысяч контейнеров для мусора. Порядок навели в многоквартирных домах, в городах и коттеджных поселках. Эта работа не останавливается. На еженедельном совещании с правительством Московской области и главами округов губернатор поручил проинформировать председателей СНТ об обязанности заключения договоров с региональным оператором и о мерах ответственности за незаконное обращение с отходами. На территории садоводства и за ее пределами запрещено организовывать свалки. Для нарушителей предусмотрены следующие штрафы. Для граждан до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей и 100-250 тысяч для юридических лиц. Мусорный вопрос обсудили и на еженедельном совещании в администрации Одинцовского округа. С территории СНТ ежегодно вывозят свыше 38 тысяч кубометров мусора. Глава округа Андрей Иванов поручил в течение двух недель провести встречи с представителями СНТ, чтобы реализация вывоза составляла более 50%. Для всех, кто не понимает философию и считает, что такой незаконный сброс мусора может быть на нашей территории, мы по всем этим руководителям и соответственно самим организациям будем информацию отправлять в правоохранительные органы, в ОВД и дублировать в прокуратуру. Об этом тоже вчера нам было коллегами из правоохранительных блока разнесено. С докладом на совещании выступил заместитель главы администрации Михаил Каратаев. Он отметил, что сегодня в муниципалитете 630 садово-некоммерческих товариществ. Все собственники обязаны заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором. Проблематика вывоза ТКО с территории СНТ, она касается не только Одинцовского округа, но и всей Московской области. И в Московской области на сегодняшний день принято решение о перезаключении фактовых договоров на нормативные договора. Сейчас в течение этого месяца будет принято решение на уровне законодательства и внесение изменений в действующее законодательство приведет к тому, что всем СНТ будет необходимо заключить договор по нормативу. Власть будет реагировать жестко. Если выявят СНТ с фиктивными договорами, то информацию направят в полицию. Также на заседании отметили, что предстоит заменить контейнеры старого образца на новые. Так или иначе, администрация округа держит вопрос на контроле. А значит, в итоге стандарты по уборке мусора на территории СНТ будут работать. Елена Краева, Алтынай Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». За сбор ягод можно получить наказание вплоть до 9 лет лишения свободы. Чтобы обезопасить себя от таких последствий, при походе по ягоды нужно иметь при себе телефон с доступом в интернет, либо карту, чтобы удостовериться, что выбранное для сбора место относится к разрешенным. Сбор любых ягод на охраняемых территориях в заповедниках, национальных парках запрещен. Сбор краснокнижных ягод карается как минимум штрафом до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание – от 6 до 9 лет тюрьмы, а также штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей. О других событиях столицы смотрим прямо сейчас. В Москве продолжают восстанавливать водоемы. Работы ведутся на 16 объектах. Так, на территории Воробьевского пруда, неподалеку от Дворца пионеров, очистили акваторию, отремонтировали береговую полосу, высадили водные растения – кувшинки и рисы. В результате реализации проекта в городе появятся новые комфортные зоны отдыха с благоустроенной территорией. На ВДНХ запустили новый спортивный проект «Пять верст». Участникам предлагается преодолеть 5-километровую дистанцию в комфортном для себя темпе бегом или шагом. Такие массовые старты дают возможность всем желающим заняться спортом на свежем воздухе в кругу единомышленников. Занятия проходят каждую субботу. Трасса пролегает от парка Останкино вдоль Каскада Каменских прудов и обратно. В Сокольниках завершили реконструкцию Ледового дворца. Теперь спортивное сооружение площадью более 18,5 тысяч квадратных метров отвечает всем современным требованиям. В здании появились медкабинет, спа-центр, шахматный клуб и спортзал для хоккеистов, две ледовые арены. Территорию возле дворца благоустроили. Там появились пешеходные зоны, парковка, новые кустарники и деревья, декоративное освещение. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы узнаете. День открытых дверей. В Одинцовском отделении ДСААФ рассказали об основах военного дела. Возраст не помеха для Одинцовских долголетов провели тренировку в веревочном парке. Новости онлайн о событиях округа, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. В Одинцовском отделении ДСААФ провели день открытых дверей. Юноши участвовали в лазерной стрельбе, увидели, как создаются квадрокоптеры и даже смогли сами поучаствовать в их создании. Репортаж мероприятия Раиса Киян. В Одинцовском отделении ДСААФ прошел день открытых дверей для юношей в рамках общероссийского движения «Сила России». В стенах ДСААФ мы пригласили и нашу фракцию Одинцовской «Единой России», наших ребят, тут и молодая гвардия, и будущие призывники, которые пойдут служить для того, чтобы рассказать о деятельности военно-патриотической нашей направленности ДСААФ. Главная ее задача – обучить и научить молодое поколение по любой специальности, которая связана с обороной страны. У нас есть и тиры, есть лазер-так, у нас есть сейчас и такое новое направление, как сборка и работа с квадрокоптерами. Мы здесь занимаемся и интерактивной подготовкой в тирах. И здесь ребята, в общем-то, проходят такую и виртуальную подготовку, здесь VR-арена, и практическую могут спуститься у нас и боевые ножи, и можно и силовые упражнения. То есть весь комплекс на небольшой территории. Конструктор дронов Даниил Колосов считает, что беспилотные летательные аппараты за время боевых действий показали свою высокую эффективность. Тогда ему пришла идея разрабатывать свои летательные аппараты. Он стремится к тому, чтобы собирать их исключительно из отечественных комплектующих. Дроны собираются, а в процесс вот этот срок сборки – две недели, также включены тесты. То есть мы выезжаем в специальные места, запускаем дроны, также донастраиваем их, потом проверяем их в условиях радиоэлектронной борьбы, и уже затем мы их передаем заказчикам. На дне открытых дверей представили летательный аппарат «Грач». Его используют для поражения цели противника или для разведки. Такой дрон уже участвовал в боевых действиях. Также представили свежую разработку – для разведки в зданиях. Этот аппарат используют и для учебно-тренировочных полетов. Управляют им через специальные ВИАР-очки. Здесь по инициативе партии «Единая Россия» мы проводим показ возможностей ДСААФ, что, чему и как они могут обучать нашу подрастающую молодежь. Я вам скажу, что здесь, ДСААФ, который находится на территории, у нас в Одинцовском городском округе есть все современные классы. Здесь не только занимаются серьезными разработками, но и ребята помладше готовят подарки для тех, кто находится на передовой. Рисунки, письма со словами поддержки – все то, что может подарить улыбку нашим защитникам. Раиса Киян, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. В Ростовской области подтвердили два случая заражения лихорадкой западного Нила. По словам специалистов Роспотребнадзора, в прошлом году зафиксировали 30 подобных случаев. Это связано с высокими температурными показателями окружающей среды и повышенной активностью насекомых. Также переносчиками вируса могут быть вороны, голуби или утки. Чтобы обезопасить себя, медики советуют закрывать сеткой окна в квартирах и домах, не хранить жидкости в открытых емкостях, на дачах и выливать воду из детских бассейнов. О других новостях России расскажем далее. Владельцам социальных сетей грозят крупные штрафы. Такой закон приняла Госдума. Солидный штраф может быть выписан, если соцсеть не исполняет предписания Роскомнадзора и не ограничивает доступ к запрещенной для размещения информации. От 800 тысяч до 4 миллионов рублей придется заплатить компании в случае первого нарушения, а за повтор от 4 до 8 миллионов. Максимальный штраф для граждан за повторное нарушение составит 200 тысяч рублей, для должностных лиц 800 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября нынешнего года. Житель Камчатки Дмитрий Раевский создал программно-аппаратный робототехнический комплекс для коррекции отклонений у детей-аутистов. Проект стал победителем программы «Умник». На его реализацию выделено 500 тысяч рублей. Робот поможет психологам и врачам проводить занятия с детьми, имеющими ментальные нарушения. Он будет двигаться, выражать эмоции и постоянно подбадривать ребенка с особенностями. Комплекс запустят до 2025 года. В крымском зоопарке родились два белых львенка. Их назвали «Зита» и «Гита». Популяция белых львов в мире насчитывает около 300 штук, 20 из которых проживают в зоологическом парке Крыма. Их белый окрас объясняется генетической потерей пигментации, а из-за величественного вида в Африке они почитаются как священные существа. Однако в дикой природе львы продолжают истребляться браконьерами. Для участников Одинцовского клуба «Активное долголетие» провели тренировку в Веревочном парке в Раздолье. Средний по сложности уровень прошли 10 человек. С места событий Екатерина Крамар. Людмила состоит в Одинцовском клубе «Активное долголетие» и «Серебряные волонтеры» часто посещает различные занятия. Сегодня впервые решила попробовать себя на прохождении дистанции в Веревочном парке. Я ожидаю новых эмоций, экстремальных ситуаций. Настраиваю себя на то, что не надо бояться, надо очень внимательно относиться к этому делу. Тем более я уже имею опыт спортивной гимнастики, занималась в детстве. Сначала для участников провели инструктаж и рассказали про технику безопасности. После чего долголетов ждали захватывающие спуски и подъемы по канатным дорожкам, прохождение препятствий. Такая экстремальная прогулка пришлась по душе старшему поколению. Я не волнуюсь, интересно. Есть такой интерес. Такой немножечко адреналин выделился, конечно, а что там дальше будет. Впереди у участников клуба еще много интересного. За этот год для них проведут еще больше 30 мероприятий, в том числе и экстремальные. У нас по плану еще сплавы на САПах. По плану у нас, конечно же, будет стрельба из лука. И по плану у нас еще скалодром. Но это уже на более холодный период. Все, что в помещениях, мы уже будем проводить осенью. В нашем округе в губернаторском проекте «Активное долголетие» участвуют почти 12 тысяч человек. Для них проводят более 20 видов активностей, в числе которых спортивные занятия, экскурсии и мастер-классы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Учитель математики из Одинцовского округа стал победителем профессиональной олимпиады. Сергей Колчанов завоевал победу на олимпиаде для педагогов, которую провели уже второй раз. Первый тур был дистанционным, а очный состоялся в гимназии имени Примакова. Всего в олимпиаде участвовали 56 учителей математики из разных округов. Об этом пишет телеграм-канал Одинцова оперативно. Спортсмены из Одинцовского округа забрали бронзу в общекомандном зачете в соревнованиях по маунтинбайку в рамках Кубка губернатора. Они завоевали семь медалей. Финальный этап в дисциплине кросс-кантри прошел в Орехово-Зуевском округе. В нем приняли участие около ста спортсменов в семи возрастных категориях. Об этом телеграм-канал «Проокруг». На Можейском шоссе обновят покрытие на участке длиной около 15 километров от развязки с трассой М1 «Беларусь» до села Жаворонки. Масштабные работы в округе проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом телеграм-канал «Проокруг». В ходе рейда лесополосы микрорайона «Новая Трехгорка» инспекторы выявили три нарушения пожарной безопасности. По каждому из них составлен административный протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима». Штраф для физических лиц составляет от 40 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 600 тысяч до миллиона рублей. Об этом телеграм-канал «Проокруг». Британские ученые хотят провести футбольный матч на Луне в 2035 году. Мяч будет в два раза больше земного, а поле – специальную площадку – создадут при помощи лазеров, которые сравняют поверхность Луны. Футбольные матчи будут проводить астронавты, которые отправятся на постоянную базу на Луне. Конечно, участникам понадобятся скафандры, в которые встроят кислородный баллон, систему связи и прибор для регулирования температуры. В отличие от земного футбола, матч на Луне будет состоять из четырех таймов, каждый по 10 минут. Другие мировые новости в нашей следующей рубрике. Итальянский художник нарисовал портрет писателя Джорджа Оруэлла прямо на полях с пшеницей. Кадры необычного рисунка разлетелись по всем социальным сетям и СМИ. Огромное изображение вырезано на площади в 27 тысяч квадратных метров. В своей работе художник использовал трактор и плуг. Так автор портрета отметил 120-летие создателя таких известных произведений, как «1984» и «Скотный двор». В Германии Ассоциация работников здравоохранения обратилась к властям своей страны и попросила их ввести сиесту из-за экстремальной жары. Сегодня такой режим работы распространен в южных странах, так как после обеда на улице невозможно находиться. Идею уже одобрил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, теперь нововведение обсудят с работодателями и работниками. В китайской провинции, известной как Помпеи динозавров, нашли остатки двух животных. Находка представляет собой окаменелость млекопитающего, которая напала на травоядного динозавра. Ученые предполагают, что оба животных быстро погибли в результате извержения вулкана. Этот факт заставил ученых усомниться в том, что млекопитающие мелового периода не представляли угрозы для динозавров. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла и дождь. Ночью 12-14. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Геомагнитное поле спокойно. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». В студии были Елена Краева и Ольга Дмитриева. Сегодня понедельник, и мы желаем вам прекрасной рабочей недели. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин